МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала Волгоград-1 программа «Культурные люди». И я, ее ведущая, Татьяна Крючкова. 2020 год – особый год для нашей страны. Он объявлен Годом памяти и славы. В этом году исполняется 75 лет со дня подписания акта о капитуляции Германии. 75 лет тому назад закончилась Великая Отечественная война. Наша страна будет отмечать Великую дату. Под знаком 9 мая 2020 года отмечается каждая дата той войны, которая приближала победу. День снятия блокады города-герой Ленинграда – одна из самых волнительных тем для многих поколений. Ее вспоминают во всех городах России. В Волгограде в триумфальном зале Музея панорамы «Сталинградская битва» состоялся симфонический концерт – музыка блокадного Ленинграда. Именно музыка, звучавшая из репродукторов все 872 дня, давала силы и веру в победу жителям осажденного города. Ее звучание обрело особую миссию. Она стала той незримой, но важной поддержкой, тем невидимым мостом, который помог выжить, выстоять и укрепить дух и детям, и взрослым. «Сталинградская битва» Я совершенно искренне могу говорить о этих событиях, потому что так получилось, что мама была в Волгограду, она как раз на 20-летней девочке годы, они были, И у каждого, кто в этот момент находился в триумфальном зале панорамом «Сталинградская битва», было свое личное воспоминание, которое не уйдет из памяти и останется в умах и сердцах многих поколений россиян. Я родилась 22 сентября 1941 года, а 8 сентября уже объявили блокаду. В нашей семье я была пятая. В декабре у нас уже два брата, две сестры умерли, потому что нечего было кушать. И меня отдали в детский сад, благодаря чему я выжила. Папа и мама у меня круглосуточно работали на ГЭСе. В садике мы часто нам включали 7 симфонию Шостаковича. Эта музыка у нас просто на все время отразилась. На площади там все плакали, снятие блокады, это же было что-то. Я сидела на руках у отца. Мама, папа плакали, не могли бы даже представить, чтобы объявили снятие блокады полностью. И вот эта музыка, она мне все, вот мое, все, все мое детство она мне напомнила. Я весь концерт со слезой на глазах, все вспомнилось. Мы выжили за счет того, что мы не в самом городе жили, а в пригороде. У нас была вода, и нам было тепло. Вот, и за счет характера мамы. Мама нам строго-настрого запретила кошать, не просить. Что у меня есть, я вам дам. И все. Вот я девочка маленькая была, да. Вот мы что прожили, все это помним. И мы вот этому ерунде всякой, мы не верим. Мы верим в то, что нам помогло выжить. Город был отрезан от страны вражеским кольцом. И лишь дорога жизни, путь через Ладожское озеро позволяла с перебоями снабжать жителей хлебом. Ежедневно от истощения умирали около 4 тысяч человек. На улицах города лежали мертвые тела, тогда это было обычной картиной. Именно благодаря стойкости и мужеству ленинградцев, которые не оставили родной город, он выстоял. За время блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года в городе погибло от голода, болезней и вражеских бомбежек почти полтора миллиона человек. Но жизнь теплилась и продолжалась. Ее ольцетворением была музыка, которая звучала из репродукторов и на улицах, и в холодных квартирах. Стала настоящей духовной опорой. Она придавала физических сил, она приближала победу. Об этом говорят сами ленинградцы. Несмотря на сложное время, культура продолжала в это время быть активной. И театры работали, и концерты проходили, филармония ленинградская была. Симфонический оркестр нашей области исполняет знаменитую музыку. Увертюру Глазунову, Увертюру Кагманту Бетховена, мою любимую, кстати. Пятую симфонию Чайковского. И все это посвящено событиям, блокаде Ленинграда. Радиоконцерты Рахманинова, Прокофьева и, конечно, Шостаковича потрясали весь мир. И невольно заставляли в то время быть ленинградцами и восхищаться их героизмом. Эти все сочинения звучали и много других. И даже самые веселые звучали. То есть люди удивительные, конечно, проявили в эти годы чуткость и стойкость, и мужество. И здесь можно эпитетов много сказать, но мне это особо близко. Это все так сплачивало людей, потому что те люди, которые маму и бабушку спасли в блокаду, они, собственно, не родственники. Они просто были соседи. И вот это нынешняя тетя Люся, которая стала единственной старшего поколения живой, мамина подружка тех лет, она стала ближе и роднее всех родных, потому что вот их отец как раз увидел, что уже все заканчивается, уже все силы на исходе, и он через Ладожское озеро как-то всех вывез, организовал это, и мы, в общем, до сих пор дружим. В памятном концерте, посвященном снятию блокады Ленинграда, прозвучали произведения Глазунова, Бетховена, Чайковского в исполнении Волгоградского академического симфонического оркестра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Только за 1942 год, особенно тяжелый для страны, Московское радиовещание передало 447 новых произведений советских композиторов. Роль песни в годы войны была чрезвычайно высока. Они складывались обо всем, что происходило на фронте и в тылу, что согревало души, что призывало к подвигу. Песня поддерживала, приносила утешение, она была необходима человеку как воздух. С ней человеческое сердце не черствело. Интересно, что новое поколение исполнителей очень хорошо освоило культурное наследие фронтовых бригад и продолжает их миссию в наши дни. Музыкальное искусство, напитанное беспредельной любовью к родине, и сегодня находит свой адресат. Песня военных лет – это еще одна история Великой Отечественной войны, в которой переданы и трагизм, и радость, и тонкая лирика, и глубокие переживания. Сегодня этот огромный, очень важный пласт советской российской культуры не утратил свою миссию. Без прошлого не может быть настоящего и будущего, поэтому эту историю, этот промежуток времени никак нельзя выбросить, как-то искоренить из нашей истории, из истории нашей страны. Настал черед, пришла пора, Идем, друзья, идем. За все, чем жили мы вчера, За все, что завтра ждем. Собравшиеся на концерт в Серебряковке словно оказались в лесу при фронтовом. Как мы знаем, песни Великой Отечественной войны стали оружием, они поднимали дух, они вселяли веру в победу. Поэтому неудивительно, что у каждой песни своя судьба. Уже в первые дни войны советскими композиторами и поэтами были написаны около 200 новых произведений, большинство из которых сразу же ушли на фронт. Маршал Советского Союза Баграмян, вспоминая о первых самых тяжелых месяцах войны, писал, именно в этот труднейший период войны родилось много песен. Они воспевали родину, мужество, отвагу, боевую дружбу. Прошли годы, но песни военных лет звучат и сегодня, трогая сердца наших современников. У каждой семьи своя история, поэтому каждый человек с этим каким-либо образом связан. И каждый раз, когда ты читаешь текст, тебя выбирают мурашки. И музыка, она сопутствует, она помогает прочувствовать. И все идет в этот зону, в этот зону, в этот зону, в это вообще просто чувствуется. Больше 60 лет, фактически с начала работы нашего учебного заведения, такие мероприятия традиционно проводятся в февральские дни. В них очень активно, с огромным энтузиазмом принимают участие наши студенты, преподаватели, концертмейстеры. И, конечно, мы всегда очень рады видеть в нашем зале жителей нашего города, его гостей и наших многоуважаемых и дорогих ветеранов. В этот вечер живое общение и воспоминания дополнили лирическое настроение и открыли еще один контекст правды о войне. Какими мужественными и духовно богатыми были обычные люди, и какое грандиозное наследие они оставили нам. А вот и живой пример. Отцы Тамары Арсеньевны Тсимоновой и Людмилы Петровны Плотниковой сначала строили наши города, а потом защищали их. В 1933 году он по путевке в Комсомол, приехал строить Комсомольск-на-Амуре. В 1942 году его призвали в армию и направили в дальневосточную дивизию под Сталинград в апреле месяце. В сентябре он уже стоял на подступах южной стороны в Волгоградской области. То есть и в сентябре, 30 сентября погиб на высоте 87, хутор Семкина. Мой отец воевал с первого дня войны в Беларуси, закончил войну русско-японской войной. И потом он, значит, приехал за нами. Мы жили у родственников в Хвалынске. И мы вновь возвратились в Сталинград. За время войны несколько раз менялось боевое оружие, совершенствуясь и улучшаясь. Его предназначение просчитывалось для каждого рода войск и определенной операции. И лишь песня оставалась неизменной. Оружие у нас есть, пришлите песню. Такие просьбы писали солдаты с передовой. Сегодня именно песни, как невидимая нить, соединяют несколько поколений нашей страны и хранят историю. Исполнители и авторы произведений боролись с врагом, как творцы и как солдаты. И погибали. В одной лишь московской консерватории на мраморной мемориальной доске запечатлены десятки их имен. И это 2020 год, год памяти и славы. О них тоже. Редактор субтитров А.Семкин